Привет всем! Вы на канале Bellary Life. В этом видео я поделюсь с вами рецептом изготовления бальзама для губ. Бальзам для губ это то средство, которое я могу использовать в день, ну, наверное, раз 100. Поэтому я предпочитаю использовать натуральные бальзамы для губ. И еще в этом видео я вам расскажу, как я борюсь с герпесом. У меня есть свой рецепт приготовления бальзама для губ, который реально работает и который реально меня спасает. Всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Девочки, прежде чем я начну готовить бальзам для губ, вы должны знать, что основной ингредиент это пчелиный воск. Все остальные ингредиенты вы можете выбирать на свое усмотрение. Если у вас нет какого-то твердого масла, которое использую я, это не страшно. Вы можете или вообще его убрать, или заменить тем твердым маслом, которое есть у вас. Также и жидкие масла, и также эфирные масла. Единственное, что я вам не рекомендую менять, это рецепт против герпеса. Там все уже рассчитано, это проверено на мне, и это реально работает. Поехали! Если вы еще не подписаны на мой канал, то под этим видео жмите на красную кнопку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Для того, чтобы сделать бальзам своими руками, конечно же, вам понадобятся пустые баночки. Основной ингредиент это пчелиный воск. Без него бальзам для губ не получится. Сегодня я буду использовать твердое масло какао, масло ши и масло кокоса. Я их добавлю в равных пропорциях. Из жидких масел я буду сегодня использовать миндальное масло, масло жужеба и масло авокадо. Также, когда бальзам остынет, я добавлю эфирные масла. Я натерла примерно чайную ложку пчелиного воска и примерно по чайной ложке каждого твердого масла. Теперь все это нужно растопить на паровой бане. Девочки, воск в микроволновке не топится. Все нужно топить именно на паровой бане. На паровой бане я растопила воск и сейчас буду добавлять твердые масла. Твердое масло почти растопилось. Теперь можно добавить жидкое масло. Во всех бальзамах будет присутствовать масло чайного дерева. В этот бальзам я добавлю несколько капель сладкого апельсина. В этот бальзам мы добавим масло мяты. Даем остыть. А последней баночкой мы делаем бальзам для губ, который будет спасать нас от герпеса. Мы добавим туда 10 капель чайного дерева, 10 капель масла эвкалипта. Ну вот и все. Наш бальзам застыл. Правда, еще не до конца. Ему нужно еще постоять немного в холодильнике. Но, по идее, им уже можно легко пользоваться. Он прекрасно будет ухаживать за вашими губками. Ну вот и все, мои дорогие. Это весь рецепт приготовления. Я знаю, что я готовлю бальзамы для губ. И поэтому заранее запасаюсь всеми пустыми баночками, которые мне потом понадобятся. Так что, если вы еще не решили заниматься изготовлением, но где-то в голове у себя засеяли эту мысль, то не выбрасывайте пустые баночки из-под бальзамов или из-под губных помад. А на сегодня все. Я вам желаю оставаться красивыми, свежими, здоровыми и обязательно с хорошим настроением. Я с вами прощаюсь. И если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх и нажимайте на этот кружочек с красными губками, чтобы подписаться на мой канал. Всем пока! Будьте здоровы!